Всем привет! Это я, Эфирыч, и мой друг, Смартконтрактыч. И это наша новая непостоянная рубрика «Крипта не для чайников». Нам понравились ваши прошлые комментарии, поэтому мы решили на такие еще раз собраться. Ну да, в общем, если вам зашел наш прошлый выпуск, то мы тут собрались поговорить про животрепещущую тему, интересующую всех нынче. Это Layer 2 Solutions. Ну что, можем начинать? Заставка! Ну что, поехали? Поехали. Алло. Что такое Layer 2? Второй слой. Это был второй адвокат, сказал. Ну да. Ну, дословно, Layer 2 — это, да, это второй слой. Она же надстройка над существующими блокчейн-протоколами. Получается, это позволяет к основному блокчейну собашить еще какой-то сверху уровень, который будет немножечко отличаться по функциональности от первого уровня. Поэтому он называется Layer 2. Какие мы здесь можем привести примеры? Ну, наверное, самое основное — это Lightning для биткоина, правильно? Самый первый solution, который появился вообще идеей Layer 2 — это, да, это Lightning. А дальше уже поперли основные идеи вроде плазмы для эфириума и других протоколов. Матика. Да, Матика — это же есть, в принципе, и плазма, и Proof-of-Stake у Air 2. В чем отличие Layer 2 от первого уровня? Так, ну это уже серьезный вопрос. Это уже посерьезнее, да. Ну, первое самое основное — это, конечно же, скорость его работы. На самом деле, как бы, самое большое отличие — это то, что Layer 2 слой считается самым безопасным слоем, который только может быть. Он подтверждается основным алгоритмом Proof-of-Work, как в данном случае, если мы говорим про эфириум или биткоин, и является, как бы, самым надежным средством для хранения и пересылки средств своих. Потому что Layer 2 solution, они позволяют нам ускоряться, но взамен они немножко увеличивают риски, которые могут нести пользователи. Не сильно, но могут. Давайте просто скажем вот, что самая основная проблема блокчейнов первого уровня, скажем так, и Layer 1, и первого поколения — это, собственно, пропускная способность данных блокчейнов. И, скажем так, это та проблема, над которой сейчас занято больше всего умов и которую стараются решить. Наконец-то пользователей стало так много, что мы начали говорить про реальный масс-адопшен. Страны начинают водить биткоин в качестве основной валюты. Сальвадорчик, привет. Да, эфир растет в цене, и они все становятся просто конскими. И то, что до этого было нормально, в плане того, что, типа, мы платим там одну соту, одну тысячную биткоина или эфира за транзакцию, теперь становится реально дорого, реально очереди на отправку транзакции растут, растут стоимость. Если не будет решения этих проблем, то блокчейны просто захлебнутся децентрализированные. Да, просто платить по 30-60 долларов за пересылку ERC 20-го токена, по 100 долларов за SWAT на Uniswap. Ну, а я уже молчу про какие-то более комплексные контракты типа Mint NFT или еще что-то. Вы заплатите там хорошие 500-600 долларов за транзакцию, и это будет как так и надо. Собственно, проблема эта обыстряется еще сильнее по мере mass adoption, и хотелось бы иметь какой-то рабочий layer 2, на котором мы сможем начать все пользоваться. Оно витает в воздухе, но пока еще, как по моему мнению, нет еще того layer 2, который бы хотелось иметь и который бы все начали использовать. Ну, на самом деле, мне кажется, уже есть подвижки большие. Подвижки есть, но... И самое, на самом деле, неудобство то, что layer 2 не один, layer 2 до х**ки, то есть есть очень много layer 2, и ты не можешь сидеть сразу на всех. По крайней мере, пока. То есть еще нет технологий, которые позволяют нам снова layer 2 solution перейти на другой layer 2 solution, на легкую и дешевую, условно. То есть, ну, типа, если мы уже говорим, у нас есть оптимистик релапы, у нас есть там zero knowledge релапы, у нас есть матики, proof of stake решение для layer 2. Но, чтобы, грубо говоря, если ты завел свои средства на один layer 2 solution, который позволяет тебе хорошо торговать, удобно, так, как ты хочешь, то ты решил, ну, блин, я хочу на другой layer 2 перевести, то тебе нужно, получается, деньги из этого layer забрать себе на основной layer 1 и оттуда опять переслать их. И это дорого. Да, откатиться просто с layer 2 на layer 1, передать ценность на layer 1 и там уже начать пользоваться. А потом мы обсудим еще такие моменты с оптимистик релапом, которые говорят, что, типа, чтобы вывести средства, тебе нужно еще неделю подождать. То есть это вообще становится неэффективным. Но подвижки будут, по-любому, рано или поздно. Мы в это верим. Найдут еще как раз бридж между layer 2 solution'ами, тогда вообще не будет большой проблемы, на чем ты сидишь. Какая главная цель у layer 2? Какая главная цель у layer 2? Ну, мы уже, в принципе, это сегодня сказали, увеличить пропускную способность, тем самым увеличить скорость транзакции и уменьшить их стоимость. В основном это так и есть, это самый-самый, наверное, известный случай, это именно для взаимодействия и улучшения скорости. Еще есть мысли, в принципе, да и вообще реальный протокол, который позволяет через layer 2 совершать транзакции между разными блокчейнами. То есть если мы вспомним, например, Atomic Swap, который является как раз-таки layer 2 solution'ом для обмена крипты на одном блокчейне и на другом. То есть, например, у нас есть Lightning Network, у нас есть Bitcoin, там, например, EFIR. Нам не нужна какой-нибудь централизированная биржа, чтобы обмениваться между пользователями. Пользователи могут договориться друг с другом напрямую и совершить обмен без использования вообще третьей стороны. При этом им не нужны какие-то прям там сложенные городить функции, заработать новых proof и все прочее. Просто обмен есть и все. Ну, это как, это одна из опций. Но в основном, конечно, все это и крутится вокруг ускорения работы и поглощения пропускной способности. Можно еще, наверное, добавить интер-блокчейн операбилити. Ну, короче, то, чтобы и блокчейны могли общаться между собой. Да. Ну, это как, полет на луну. Да-да. Назовите условия для положительного эффекта от лаер-2. Условия для положительного эффекта. Как ты уже сказал, есть проблема того, что есть разные лаер-2, и на этих лаер-2 начинают строиться какие-то экосистемы, инфраструктура. Да, но между собой они, как правило, не общаются. То есть они, эти лаер-2, они сконцентрированы на том, чтобы решать проблемы блокчейна в первого уровня. И, соответственно, это вот как раз будет развиваться отдельно себе здесь лаер-2, здесь лаер-2 комьюнити. Но между собой они не взаимодействуют. Поэтому, мне кажется, это просто введение какого-то единого стандарта для всех, что ли. Помимо этого, проблема в том, что когда мы открываем новый лаер-2, в данном случае, если мы говорим про эфир, это фактически еще другая ВМ-машина со своими стейтами, со своими коинами, то у нас размывается реквизм. То есть у нас ликвидности есть на первом уровне, первым нужно перевести часть ликвидности на эфир-2 уровне, и они, как бы, получается, делятся, опять же, между остальными ликвидити-провайдерами второго уровня. Это во-первых. Во-вторых, еще нужны пользователи к этим в эфир-2 solution. Нужно донести людям пользу того, что, чувак, переходи на эфир-2, там есть ликвидность, там есть радость и веселье, безопасность первого уровня, условно, но при этом все быстро и хорошо работает. Ну да, а в текущих имплементациях ЛР-2 solution'ов они являются достаточно сложными технически и требуют определенного порога вхождения от пользователя. Как минимум, одной транзакции от пользователя нужно, чтобы перевести, например, каждый токен, который у него есть, например, у него есть там 10 токенов, и 10 раз он должен перевести их на ЛР-2 какой-то конкретный, который он выберет. Ну да, типа перевести сначала на ЛР-2, ну и потом еще совершать с ними какие-то действия на ЛР-2. Ну плюс тут, конечно же, пользователям хорошо еще понимать, в принципе, как это работает. Ну, нужно иметь какую-то хотя бы блокчейн-грамотность, скажем так, для того, чтобы правильно этим пользоваться. Но однозначно из плюсов есть то, что, например, с ЛР-2 эфира мы говорим, то его можно использовать при помощи обычного метамаска-шелька. То есть мы заходим, например, в тот же самый полигон или другой нетворк, мы можем использовать метамаск определенным образом донастроенный, и он позволяет нам уже работать с ЛР-2 Солюшеном точно так же, как будто мы работаем с первым уровнем. Что есть, в принципе, большим плюсом? Не нужно качать какие-то другие клиенты, разбираться в них, а все, в принципе, на старом добром метамаске. Ребята, кто хочет сохранить свои деньги от комиссий, приходим на второй уровень, начинаем торговать на ДЕКСах и радуемся жизни. Наверное, точно. Алло. Какие риски таит в себе эта инновация? Риски, ну, они здесь определенно имеются. Основной риск то, что ЛР-2 по своей сути немножечко менее безопасна, чем ЛР-2 Солюшен. Потому что ЛР-1 — это, грубо говоря, уже большая децентализированная сеть, которая работает, например, на основе консенсуса Proof-of-Work. Пользователи уже доверяют этой системе, понимают, как она работает. Когда мы говорим про ЛР-2 Солюшены, они позволяют нам использовать часть безопасности основного слоя, но при этом эта безопасность немножечко ниже, чем основного. Например, есть вопрос с тем, как много нот процессит ЛР-2 Солюшен. Их не так много. Получается, чтобы зацензурировать ЛР-2 Солюшен, необходимо значительно меньше сговора между участниками сети, чем на основном ЛР. И получается то, что пользователь, который ввел свои деньги на ЛР-2, он в определенный момент может прийти к тому, что его зацензуировали, и он больше не может двигать деньги на ЛР-2 Солюшен. В чем фокус ЛР-2 Солюшена? При этом он не теряет свои деньги. Он все равно их может вывести через первый слой, просто это будет требовать от него дополнительного, как сказать, времени, ожидания, мастерства. Ну и плюс, наверное, скажи о том, что будет, если в процессе, допустим, передачи актива на ЛР-2 одна нода уйдет оффлайн. Одна нода, не знаю. Ну, не одна нода, но, в принципе, нода уйдет оффлайн, скажем так. По большому счету, на самом деле, это не должно таить, например, ты перевел деньги на ЛР-2 протокол, и весь ЛР-2 просто лег нахер, чем это грозит. По большому счету, только тем, что пользователя потом можно будет вывести из смарт-контракта деньги. То есть там все достаточно хорошо продумано таким образом, чтобы пользователь, даже если их кинут на втором уровне в плане цензуры или еще чего-либо другого, они имеют возможность вывести свои деньги. Просто это будет требовать дополнительного времени и усилия. Самая большая проблема ЛР-2 Солюшена заключается в том, что у него тоже есть какое-то состояние, где есть какие-то балансы пользователя. Например, там записано, что этот адрес имеет столько-то биткоинов, врапнутых или столько-то... Выбернутых биткоинов. ЮСДТ, а не суть важна. Да, каких-то коинов. Это состояние, оно хранится вот на этих нодах, которые поддерживает ЛР-2 Солюшен. Пользователь сам обычно не хранит все эти состояния, которые есть в ЛР-2 Солюшене. И чтобы потом вывести деньги свои, если он там, например, двух отредит, еще что-то, и потом все ноды вдруг легли полностью, ему нужно состояние, которое доказывает то, что он вайдеет своими средствами на ЛР-2. Если эти состояния вдруг не будут для него доступны, то он не сможет доказать протокол нижнего уровня, то есть ЛР-1, что он вайдеет средствами на втором уровне. И из-за этого у него средства застрянуты там. Потом риск состоит в том, что, по большому счету, что вдруг в ЛР-2 Солюшен просто схлопнется, и все состояния, которые там хранятся, они не будут публично доступны после этого. То есть если они как-то там бэкапятся, если они где-то расходятся по комьюнити, то в этом проблемы нет, по большому счету. Но если оно хранится только у владельцев нод, то пользователи потом просто останутся застрянутыми деньгами на ЛР-2. Ну, они застрянут на ЛР-1, зависнет ЛР-2, а средства застрянут на ЛР-1, и вы не сможете переводить свои там эфирки или то, что у вас там заморожено на ЛР-1 в данном случае. Да. Что привело к условному провалу Этериум в его нынешнем виде? И почему один из новостных порталов назвал ЛР-1 последней надеждой Этериум? Ну, хороший вопрос. Что привело? Ну, да, текущая имплементация вообще эфира привела к этому. Пропускная способность сети. Додорофу Форк сам привело в том, что, ну, скажем, это тип консенсуса, который имеет все равно там свои обратную сторону медали, назовем это. Ну, ограниченное значение, которое может выдавать новые блоки. Соответственно, это ограничение в плане скорости транзакций. По мере роста и масштабирования сети, ну, удорожание, и еще они медленнее начинают проходить. Ну, точнее, если вы быстрее больше заплатите, они быстрее пройдут. К кризису эфира привел успех эфира. Если вспомнить, как начинался эфир, и сколько можно было транзакций засунуть в блок, это было где-то десятая часть того, что можно сейчас. То есть газ, то есть количество транзакций, исполняемых единиц в программ, работающих на эфире, вначале можно было запускать гораздо меньше, чем сейчас. Но со временем газ увеличивался, и блоки в эфире становились все больше, больше и больше. Все потому, что пользователей ценового эфира все больше. Это привело к тому, что, типа, классный протокол, но все больше людей хотят им пользоваться, и они засовываются в это узкое горлышко, называемые, понимаем, Proof of Work. Proof of Work. Да. И дальше они не могут ничего сделать. Но это еще не все, да? Это как бы одна сторона медали. Ну, к эфиру есть, да, есть, конечно, ряд претензий, начиная, в принципе, с того, как проходил их паблик сейл, и прайват сейл в том числе, и в том, что там 70% эфировских токенов досталось участникам прямально. И поэтому эфир, который должен быть на словах децентрализован, и по факту он является достаточно централизованным. Большая часть монет, скажем так, она сконцентрирована в руках Ethereum Foundation. Да, то есть не пугайтесь, что он централизован, скорее о том, что решение о глобальном движении эфирма дальше, о том, какие будут приниматься шаги развития, принимает ограниченный круг людей, которые имеют свои собственные интересы. Ну, и вы должны еще четко это понимать, ввиду перехода на POS, в котором у кого больше монет, коинов, токенов, тот и главный, а 70%, я не скажу, сколько это там процентов от текучего рыночного предложения, но больше половины сконцентрировано в руках Ethereum Foundation, поэтому это, ну, можно назвать это такое, отжим себе сети обратно. Ну, и, конечно, второй момент в том, что, насколько мы знаем, для того, чтобы захватить контроль над блокчейн-протоколом, тебе нужен 51% всей вычислительной мощности, а, ну, больше, там, около 60% вычислительной мощности эфира приходится на два майнинг-пула. Соответственно, картельный сговор здесь, это вообще, в принципе, даже и не вопрос. Ну, то есть, есть какая-то история на очень много денег, и вы те, кто, собственно, предоставляете инфраструктуру. Ну, теперь вопрос, войдете ли вы в картельный сговор с другим таким поставщиком инфраструктуры, для того, чтобы просто принимать нужные тебе решения, да и вообще контролировать сеть в нужном тебе русле. Да, на самом деле, майнеры тут страдают так же, как и обычные пользователи, в отличие от разработчиков эфира. То есть, и сейчас мы вспомним про старый форк с проблемой с MakerDAO, когда только эфир появился, очень многие средства, основатели эфира, собственно, людей, которые вкладывали в него биткоины и принимаем этот эфир, был заочен в MakerDAO контракте, которым оказался забулованным, и хакер смог вывести оттуда дохих средств. Получается, что есть дофига основателей эфира, которые выложили деньги, какой-то протокол, который продырялся, и они такие думают, блин, сука, этот пит украл наши деньги, а мы не хотим, чтобы он украл наши деньги. И они, получается, решили, что основное правило эфира code is a rule, или code – это закон. Они решили, что code – это не закон, это мы – закон. Вернули себе средства, которые они же потеряли, вложил в неправильный смарт-контракт. То есть это, конечно, единственный случай, больше такого не повторялось, потому что, будешь-то еще раз, наверное, эфир бы уже совсем потерял какой-нибудь. Ну, да, такие выкрутаси можно делать. Только раз в жизни, когда ты молодой, как говорится. Алло, Алло, Алло. Знакомы ли вы с исследованием Ethereum Foundation на тему значительной задержки ETH 2.0? И какое ваше мнение о сложившейся ситуации? Ну, лично я как бы изначально думал, что оно так, в принципе, и получится. А ты? Кто сделает True of Stake за год, как они обещали, да? Не, ну так хотелось верить в лучшее, но, не знаю, моя вера, особенно за последние там полуозы, она вообще улетучилась, если честно. Ну, так. Для ребят, всех котиков, проблема застояла в том, что одно время эфир предсказал, ну, разработчики эфира вообще все в комьюнити понимают, что эфир, сука, скоро захобьется. Людей, которые хотят к нему прийти все больше и больше. Я такие, ну, блин, мы приходим к Proof of Stake. Нам нужно ускорение. И что они сказали, они сказали, что они сделают это за год. Для того, чтобы делать хороший Proof of Stake, нужны нормальные документы, исследования и математика, которая докажет, что какой-то протокол консенсус, конкретный Proof of Stake, работает хорошо. Нужно его еще и сделать. Опять-таки, здесь тоже, если выбирать между Proof of Work и Proof of Stake, я даже затрудняюсь сказать, что из этого меньшее зло. Ну, кто-то говорит, особенно сейчас весь этот нарратив про ПОС против ПОВ перерастает в вот эту экологию потребления электроэнергии, выбросы водорода. Как по мне, вопрос абсолютно не в этом, а просто в том, что более честный, конкурентный способ, скажем так. В принципе, с одной стороны, да. С другой стороны, недавно экологи сделали большую работу по поводу того, насколько плохо у нас экология планеты, и что количество пожаров, стихийно возникающих по всей земле, будет увеличиваться все больше и больше. И там, как бы, на самом деле, экологические проблемы земли еще, особенно нашим детям, наследникам, еще такие пи*** будут. Родители будут платить за отцов-майнеров. Ну, получается так, за грехи отцов. Да, по сути, у нас выходит то, что проблема эфириума заключалась еще в самой команде эфириума. Когда собирается очень много амбициозных и умных людей, которые понимают, что они шарит, они крутые, и которые еще заработали дофига денег на своем продукте, и которых еще сэг почему-то не... Да, да. Их эго растет очень высоко, и каждый из них хочет быть королем. И, видимо, в этом проблема заключается в том, что команда эфириума начала пересорваться друг с другом. Из всех основателей эфиров повыходили выходцы в других компаниях. Тот же самый и Кардано, основатели также и эфириума, который разошелся с ним, Виталика, Консенсисо и другие проекты также основаны выходцами из эфира. Эфириум Фондейшн. Возможно. И это привело к тому, что они не могли сосредоточиться на работе и сделать свой продукт быстро и качественно. А больше заключалось в том, наверное, пилились, грызлись за то, кто прав, кто не виноват, что мы будем сейчас делать. И, я думаю, это можно понять на самом деле. То есть, когда человек разработчиков семь штук, но самый известный среди них один. И, грубо говоря, все говорят, что всем крутит Виталик. Ну, мне было бы обидно, знаешь, типа, все знают Виталика, а меня никто не знает, хотя, может быть, вложился в этот проект не меньше, чем Моун. Ну, да, тут такая история, что, наверное, самой большой проблемой Этериума были не какие-то материальные вещи или не проблемы в коде, а проблемы людей просто. Да, промокод Бутерин. Кто уже использует архитектуру L2? Кто? Кто это делает? В сани выйдет. Я думаю, уже есть на самом деле пользователи, которые пришли на ВР2. Уже достаточное количество. Ну, типа, те, кто торгуют на матике, ты об этом. Да, те, кто торгуют на матике, есть уже оптимистик вариант, на который переехал Uniswap. А учитывая то, что Uniswap V3 позволяет сделать концентрированную ликвидность, то для них не такая уже большая проблема, то, что на ВР2 меньше средств, чем на ВР1. Да. Ну, это, кстати, Uniswap новый, это классная вещь, но которая просто, она достаточно непонятна людям. Люди еще не разобрались как бы в том, как правильно использовать. Ну, в большинстве своем. Что не разобрались с прошлым Uniswap, а тут уже новый Uniswap достаточно. Такая разница, интерфейс такой же, у них не менялся с первой версии. Одна иконка, куда ты оттудаешься, какой получаешь? Ну, с этим я согласен. Самый простой интерфейс, который только можно придумать в мире обменок вообще. В любом банке сложнее, блин, поменять одного люта на другую. Ну, хорошо. А Lightning мы можем сюда отместить? Те, кто использует Lightning, тоже можем. Lightning все равно. Ребят, посмотрите, сколько заочено средств Lightning Network. У нас тут нет как бы таких возможностей. Посмотрите, у нас компы немножечко, честно говоря, кажется 8-битные. Получается, со временем создания Lightning его количество каналов, а это каналы, это, грубо говоря, те вещи, через которые притекает Lightning Bitcoin между другими. Ну, это каналы, это каналы передачи актива, ценности. Оно все время увеличилось, и сейчас нам заочена довольно-таки приличная сумма. То есть, есть пользователи, определенные, думаю, возможно, биржи используют для как бы уравнивания платежей между друг другом. Потому что, ну, как бы основная идеолайтинг, то что ты между двумя участниками может быть ограниченное количество транзакций очень быстро. Ну, и дешевле. Бесплатно вообще. Бесплатно. Возможно ли максимизировать TPS при помощи отдельной цепи, которая, тем не менее, будет защищена основной сетью? И смогут ли на ней работать DeFi протоколы? Ну, смогут. Ну, скажи им смарт-контракты. Они уже могут, используя оптимистик релапы и зараналовщик релапы. А также матик солюшены. Какие бывают релапы? Назовите их основные функции. Суть, по которой работает оптимистик релап, заключается в том, что когда пользователь хочет вывести свои средства из VR2 Солюшена оптимистика, он делает заявочку на вывод из протокола, в котором он говорит, типа, я хочу вывести какие-то суммы. Я вроде бы как это могу это сделать, мне никто не должен помешать это сделать, потому что я прав, все правильно. Но из-за того, что этот протокол работает как бы оптимистично, то есть мы подозреваем, что скорее всего пользователь прав. Но не факт. Поэтому протокол закладывает определенное время на вывод средств пользователя из протокола, и чтобы если что-то пошло не так, например, пользователь обманывает и не может вывести деньги, которые у него нету, не имея сейчас в оптимистике релапе, чтобы за три дня или неделю пока упатеж вывода эфира висит, другой участник сети или нода провайдера могла сказать, типа, этот чувак обманывает, нельзя ему выводить средства, на самом деле у него их там нету. И это основная проблема и неудобство релапа, оптимистика, в том, что на вывод средств необходимо потратить определенное время. Нам нужна определенная цикличность для того, чтобы, скажем так, защитить вообще правильность всех действий и транзакций внутри этого продукта. Нам нужен период валидации. Если мы вспомним про Zero Knowledge Proof релапс, то в нем суть заключается в том, что при каждом определенном время провайдеры публикуют на нонде эфира состояние, которое изображает информацию о том, кого, какие балансы в каком статусе. В таком состоянии находится FVM этого ZKP релапа на VR2 Солюшене. То есть, грубо говоря, есть такой фокус в том, чтобы запускать программы и диапы на VR2 Солюшене, тебе нужны какие-то транзакции, которые FVM-машина подсчитывает, каким-то образом валидирует, собирает какую-то информацию, присылает токены налево-направо и создает большое количество транзакций. Но фишка заключается еще в том, интересное, что Zero Knowledge Proof позволяет все это количество информации, которое находится в RAW-апе, совместить в один пруф, который при этом может быть подтвержден в одном блоке на эфириуме. Есть гигантская оптимизация. То есть, шутка в том, что, чтобы подсчитать все транзакции, нужно больше времени, чем доказать, что они были сделаны правильно. То есть, таким образом, доказать, что все было сделано на RAW-апе у VR2 верно, проще, чем это все высчитать, и получается это ускорение. Проще сказать, мама и клянусь. Мама и клянусь, говорит оптимистик. Да, мама и клянусь, блок верный. Да, да. Да, и получается, что при выводе средств Zero Knowledge Proof RAW-апа, пользователю не нужно ожидать неделю, чтобы вывести их. Он может подождать буквально несколько минут, пока подтвердится определенное количество блоков эфира. Сам Wear1 позволит пользователю вывести деньги с этого RAW-апа. То есть, там в этом плане все гораздо удобнее для пользователя. Но есть минус. Zero Knowledge Proof RAW-ап для подтверждения этих ZKP-proofов на Wear1 требуется все-таки какое-то количество газа. И чем больше будет транзакций в Wear2, тем больше газа требуется на Wear1. А газ мы знаем нынче. Да. И выйдет такая ситуация, что ZKP RAW-ап и чтобы подтвердить большое количество транзакций на них, нужно подождать, нужно занять весь блок Wear1 Солюшена. Ну, самого эфира. То есть, чтобы доказать 10 тысяч транзакций в блоке Zero Knowledge Proof, тебе нужно занять один целый блок эфира, что очень дорого. То есть, это все равно дешевле для пользователей, но не бесплатно. Бесплатный сирен, жестоко в мышелутке. Ну, видишь, какая тенденция, не только в Украине газ дорогует. Что позволяет пользователям проводить транзакции напрямую между собой, не записывая информацию в публичный блокчейн? Как эта технология работает с технической точки зрения? Ух, жирный вопрос, да? Ну, вернулись к истокам, вообще. Начнем с того, что начинали. Ну, что позволяет? Layer 2 позволяет. Ну, тут как бы есть намек, мне кажется, на Lightning Network. Небольшой совсем. Да. До этого мы говорили про транзакции в эфире, которые позволяют, например, сотням или всем тысячам человек сидеть на одном Layer 2 Solution. А есть старая технология, на которой, в принципе, только сейчас может работать биткоин. Layer 2 Solution называемый Lightning Network. Суть его в том, что есть два участника, и они создают между собой канал, по которому они очень быстро присылают транзакции друг к другу. Но каким образом это происходит? Первый участник и второй участник получат какую-то сумму совместно на блокчейне биткоина. Давайте вот разделим, представим такую воображаемую линию. Здесь у нас находится Layer 1, это, собственно, биткоин. И здесь есть Layer 2, некоторая настройка над ним. и вот мы как бы фэнность мы передаем здесь внизу, все действия, скажем так, мы записываем вверху. И вот для того, чтобы передать пулантинк на тверку, мы морозим здесь средства, переходим сюда, здесь устанавливаем канал напрямую с вторым пользователем, кошельком, записываем транзакцию, потому что мы передаем ему актив. И получается, начинается взаимосчет, вступая между двумя участниками. То есть я могу отдать тебе деньги, и ты как бы видишь, что я отдал тебе деньги. Мы записали состояние. Так, теперь ты должен мне столько-то, я тебе должен столько-то. Потом ты мне переслал деньги, мы такие, так, записываю информацию, теперь я должен тебе другую значение, ты мне должен меньше. И так далее. То есть это все накапливается. Здесь накапливается, да, и просто в один момент, грубо говоря, мы все эти транзакции исполняем здесь. Мы даже не исполняем, просто последнее состояние, выводим в сеть, раскрываем его, если мы хотим закрыть канал. Туда, куда им нужно, по этим итогам и состоянию. Еще плюс есть фишка в том, что Lightning Network называется Networkом. Получается, между двумя участниками есть канал, между этим участником и еще одним участником есть еще один канал. Это позволяет нам через одного посредника пересылать деньги. Таких вот участников может быть определенное разное количество, которое позволяет нам вот таким вот образом пересылать деньги между всеми. То есть, грубо говоря, даже если я не построил канал с, не знаю, Васьком, но у тебя есть канал с Васьком, и у нас есть канал, я могу отдать деньги тебе, а такой, спасибо, бро, и даешь Ваську. И типа мы таким образом делаем наш счет. Мы в итоге запишем, и потом, когда мы будем передавать это состояние итоговое с второго уровня на первый, я просто, я, а не ты, Ваську переведу там, то, что я ему должен. Долг ему отдам, короче. Вот таким образом. Какие недостатки у Lightning Network? Они имеют, скажем так. Во-первых, каждый участник в пир-то-пир-системе Lightning должен всегда быть в сети и сохранять состояние, которые были предыдущие у него. Потому что, если он вдруг уяснет там на, например, примерно неделю выйдет из сети, другой участник может спокойно выслать состояние какое-нибудь старое, в котором он вводит всеми деньгами в канале, который они разместили, и заберет все средства себе. Хотя на самом деле у нас, например, там сейчас состояние 50 на 50. Да, но Лейер поверит ему. И не будет, скажем так, никого, кто скажет иначе. Обычно, когда выводят средства из Lightning канала, оба участника подписывают этот вывод, и он сразу же расходится. Если же только один участник, например, отвалился, второй может вывести средства единолично, но для этого ему нужно прождать определенное время, чтобы второй участник, если вдруг первый обманывает, мог его наказать и забрать все деньги себе. То есть, это такая вот игра в кошки-мышки, в которой нужно знать все, что было у вас в общении до этого. Есть второй минус. Эфирич и я создаем канал между друг другом. Эфирич сделал 5 биткоинов в этом канале, я храню 0 биткоин в этом канале. 5-0. Он за определенное время прислал мне все 5 биткоинов, а у него счету осталось 0. Теперь он не может присылать мне больше биткоинов. И нужно опять каким-то образом средства завести мне на счет. Это можно сделать очень большими разными способами, которые мы не обсуждаем, но это большая проблема, потому что каждый раз нужно будет переоткрывать канал или создавать транзакцию на основном чейне. Кроме этого, появляется осложнение того, что, например, он прислал мне 5 биткоинов, а я должен 5 биткоинов еще кому-то. И мне по-любому нужно эти 5 биткоинов в этот канал как-то изъять ончейн транзакцией и потом второй ончейн транзакцией завести в другой канал. То есть это неудобно манипулировать. Ончейн, скажи, это транзакции на первом уровне. Да, для вот этих. Ончейн транзакций на первом уровне. Вы такие не смотрите нас, да? В общем, это основные проблемы. И поэтому, мне кажется, большинство людей, которые пользуют эту фичу, именно биржи или какие-то организации, которые имеют большое количество взаиморасчетов друг с другом. На низком уровне для ежедневного пользователя, чтобы заплатить его на Старбаксе, все равно это очень дорого выходит. Типа, тебе нужно 90 баксов или сколько-то, чтобы открыть себе лайтнинг-канал между двумя пользователями. Поэтому, как бы, для, скажем так, масс-адопшена и ритейла это абсолютно не подходит. Но для того, чтобы удешевить текущую систему, которая есть, это все равно хоть какое-то, никакое решение. Несколько их участников это решение. Но, учитывая текущую пропускную способность биткоина, чтобы сделать лайтнинг-канал для каждого человека в этом мире, у которых нас 8 миллиардов, это займет у биткоина где-то 8 лет или сколько-то, я не помню, дофига лет, именно реальных лет жизни всей нашей планеты, чтобы открыть просто для каждого человека лайтнинг-канал. Это вообще на практике неудовлетворительно. И тут вы должны понимать, если мы хотим басс-адопшен, то это упирается и в лейер 2, потому что если вы хотите платить в магазине биткоином, то, очевидно, вы должны понимать, что вы будете платить на каком-то лейер 2, а потом уже будут, собственно, эти средства передаваться. Ну, нужно понимать, что и текущая финансовая система приблизительно таким образом не устроена. То есть, вы когда приходите в тот же Starbucks и платите карточкой, деньги не сразу у вас списываются с вашего счета. Они морозятся у банка на вашем счету, да, и там делается какой-то рекорд у вендора, у самого, то, что произошла такая транзакция. Но деньги списываются там, переводятся уже конкретно вендору раз в период, допустим, раз в сутки. Поэтому лейер 2 это неотъемлемая часть вот этого масса adoption, поэтому мы без этого мы никуда. Есть еще одно проявление лейер 2 в конкретно ваттенетворка. Это приватность и централизация. Да. Типа, чтобы отправлять деньги тому человеку, которому тебе нет канала, тебе нужно делать эту траекторию маршрут создать. Есть опасность того, что многие пользователи начнут делать лейер 2 коннекшн с каким-то типа банком, с которым они будут взаимодействовать. И у этого банка будет очень большое количество каналов с другими пользователями и другими банками. За счет этого они будут контролировать поддержи между пользователями. что не есть хорошо абсолютно. И они будут примерно знать кто сколько кому отправляют и примерно знать кто с ними работает. В текущей ситуации в экосистеме это является решением каким-никаким, но это решение не подходит для масс-адопшена. И у него есть очевидные проблемы типа централизации и потому что оно недостаточно анонимное. Им нужно реально осклабилити все равно поднять. Да, ну и конечно мы упираемся здесь в масштабируемость. То есть нужны гораздо более масштабируемые решения ЛР2. Команда Биткоина мы обращаемся к вам. Пожалуйста, решите эту проблему. Да, господин Сокошенко Команда. не устраивает то, что типа ноды слабенькие, а транзакции так мало. Это был третий выпуск нашей новой непостоянной рубрики крипта для чайников. Не, для чайников. Не, для. И колокольчики. И ставьте колокольчики. Да, пишите комментарии о том, ставлю звук лучше. Пишите комментарии о том, какие темы вам интересны или не интересны. Ну и что вы вообще думаете по поводу ЛР2 и какие у этого перспективы? Ты пользуешься ЛР2? «Амно» 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 « Х�뜻 номер вправо for shortest И touch» «Нааааааакя» «А sports» «Все wollen» и очеред waiver с «Наааааааа» из а го, почти к к с звук